В чем будущая проблема Монобанка? Будущее, которое еще никто не видел, они просто по цифрам посмотрели, где идет, типа, беда. Где-где? Ага. У нас была только что съемочка, но зрители увидят этот ламповый эфир уже после тебя. Поэтому это будет такой небольшой анонс. У нас здесь был Дима Pizza Station, он же за монстр отвечает в нашей стране. Он нам подарил мартовский, ну правда, 1974 года выпуск плейбоя. Ты не читал? Мартовский 1974? Ну да, пропустил пару статей. И у нас осталась пицца с клубникой. Я подумал, это очень символично. У тебя же есть этот самый, как это называть, псевдоним? Да, был, был. У тебя в фейсбуке до сих пор так написано, с клубникой. Да, бля, надо переименовать. Там же можно один раз переименовать. Я все думаю, думаю, как-то у меня рука не поднимается. Вдруг мне захочется еще переименовать. Это, кстати, напомню, с чем это связано? Ты подавался на какие-то конкурсы? Ну я, да, использовал в студенческие годы. В самом возрасте псевдоним Клубникин. Клубникин. Подписывался. Класс. А, кстати, есть люди с фамилией Клубникин? Я надеюсь, что нет. Ну, то есть, я надеюсь, что это выдуманное. Оригинальное. Да, да. Хотя очень было бы странно. Ребята, если у вас есть знакомый Клубникин, любой, не обязательно Паша, это будет совсем круто. Присылайте свою голую фотку. И мы ее разместим. Разместим. Вот здесь повешиваем музей. Давай вот здесь разместим. Пойбой разместим. Пойбой из 74-й. Вот. Так что это? Зачем тебе было? Потому что вражески не выговаривали, да? Да, да. Мне тогда казалось, что это сложно. А сейчас тебе кажется, что это просто, да? Сейчас мне кажется, это офигенно. Я как-то в Индонезию, когда прилетел, там такой аэропорт. И тут просто сидят огромный стол, вот эти все таможенники. Да, они там сидят. Или это не Индонезия, может, в Вьетнаме было. Ну, не важно. Короче, какая-то азиатская страна. Они сидят, а у них язык, наоборот, весь на гласных построен. Там. И они, и он таможенник туда-сюда, берет мой паспорт такой. И такой, и соседу говорит, посмотри. Что ты так езжа? И они, короче, их там человек восемь, и они по цепочке друг к другу, да, ржут, смотрят, потом на меня. Как так можно? И потом я прилетел через какое-то время, и даю паспорт. Он смотрит и говорит, о, говорит, этот штамп я тебе ставил, типа, тогда еще, говорит, я тебя запомнил. Мы пошли в ближайший магазин. Ага. Да, и купили, не будем сейчас называть бренд. Не будем называть бренд колу. Колу не будем называть. Никакого отношения к содержимому они имеют, потому что они продают нам это. Это, может, даже не бренд. У нас есть постоянная рубрика «Паша, посоветуй». «Паша, поешь с пакетом». Это моя любимая рубрика. Я не знаю, то есть мы, цель была, вот, Вера пошла в магазин. Я ей дал задание найти самую дичь в плане, там, дизайна, нейминга и так далее. Это, это все, если что, к Вере выбор. Но мне понравилось, вот, соломка, соломка. Мне понравилось бренд, найти самую дичь. Окей, хорошо. Ну, вот как тебе по дизайну нормально? Охеренно. Как тебе вот эти батончики, которые формируют? Батончики? Да, букву К. Бук. Мне кажется, бомба. Надо убирать все остальное, оставаясь только батончик. Вот. Вообще можно все батончиками написать. Все батончиками. А знаешь, мне еще нравится, когда люди, экономя буквы, пишут там, вот, в режиме кроссворда. Вот тоже прикольно. Типа батончики. Короче, это норм, да? Это охуент норм. Это хорошо. Так, идем дальше. Так, это неинтересно. Вот, вот, пожалуйста, как тебе такой дизайн. Мог бы он, мог бы, мог бы, мог бы банды сделать нечто подобное? Ну, если еще поучимся немножко. Может, и сможем. Надо еще чуть-чуть. Что тебе здесь нравится? Есть что-то хорошее в этом дизайне? Мне нравится груша. Груша. Она такая с лепесточками и с семечками. И у нее так попка есть. Ну, а груша вообще... Да, это как будто, ну, отверстие, да, вот, то самое? Да, это пимпочка. Дальше у нас есть, ну, гринки, я не знаю. Почему ты выбрал гринки? Потому что они открытые были в магазине. Это неожиданная упаковка, а продается сразу открытым. Открытые. Тут вообще не к чему придаться. В общем, все круто. Если хочешь, можно есть вообще. Все снахом, хорошо. Да. Ну, и, конечно, хит сезона. Кабачковая? Это икра кабачковая. Это охеренно. Я надеюсь... Тут что-то уже дизайне, вижу, приложили. Наверное, раньше было круче. А вы когда-то разрабатывали этикетки продуктов? Для кабачковой икры? Ну, вообще продуктов. Когда-то разрабатывали. Но для кабачковой, к сожалению, нет. Надо бы так, знаешь, ну, это хобби мое, знаешь, я прихожу домой, нечего делать. И я разрабатываю этикетку для кабачковой икры. Ну, не ты, команда у тебя же есть. Есть ли шанс у нас? Ну, если дорастем. Сколько стоит будет разработать этикетку для кабачковой икры в банде? Это мы должны заплатить или нам? Нет, тебе тебе. А, нам, да. Вам, да. Бесплатно. Серьезно? Наверное. Я не знаю. Не, ну, потому что... Ну, я не знаю, сколько. Ну, мы как бы так просто, чтобы перейти этикетку, банду мы не... Смотри, а вот хочется очень понять ваш процесс. Вот вы, кажется, вот оторванные креативщики. Я хоть сам пойму. Хоть, давай вместе разберемся, если что, позвоним кому-нибудь. Вот приходит тебе клиент, кабачковый икра, например. Смотри, на всякий случай они нам не платили. Я вообще не знаю, кто это. Да ты шо? Я думаю, прям все так и решили. Дары ланиф. Потому что занесли миллион. Да, да, да. Вот, они приходят тебе, хотим разработать этикетку. Ты, наверное, их посылаешь сразу, да? Ну, не я, но есть. Кому посылать. Ну, вообще, ну, хорошо, допустим, как сделать так, чтобы банде это было интересно? Я правильно понимаю, вы берете проекты, которые в том числе интересные? Ну, это мы обычно работаем все-таки с большими компаниями, когда есть большие такие масштабные задачи. Масштабная задача, каждый день производится тысячу баночек. Ну, тогда они, мы говорим, о, круто. Так. Давайте. Давайте сделаем. Вот, допустим. И дальше что? Как это происходит? У вас там стратегическая сессия, да? Этапы? Да. Ну да, у нас есть, как бы, какие-то, не знаю... Процесс работы агентства. Давай я сейчас попробую его... Вспомнить. Ну да, как он происходит прям, чтобы это... Ну, есть, во-первых, там, туда-сюда... Продажи. Обсуждаем, да. Кому, кто нравится, и насколько, и на каких условиях мы будем работать. Если мы договариваемся, да, то есть стратегическая сессия. Перед стратегической сессией мы делаем небольшой ресерч, чтобы уже на сессии... Подготовленные прикидали. Ну да, понимать, да, где слабые места уже, где можно... Кабачки из трех видов, например, да? Да, мы знаем, что там нет кабачков, и это проблема, что они есть только на этикетке. Серьезно? Вот. Ну, допустим, я не знаю. Есть 75% у вареных кабачков. Класс. Так. Вот. Потом мы делаем стратегическую сессию, определяем на ней, да. То есть у нас один из ключевых, это на кого мы будем целиться, да, то есть на ком мы заработаем больше всего. Кто для нас самый... А кто кабачковый круг больше всего любит? Так это не факт, что ты заработаешь больше всего на том, кто больше всего любит. Ага. Это ж, ну... Часто может бизнес быть как раз на тех, которые еще ее, допустим, не используют или забыли, как я. Я в последний раз кабачковый круг видел, слышал, а вдруг мне надо лоб, и я такой... Вернуть любовь. Это типа в какую-то жизненную ситуацию, да, вы ищете? Жизненную ситуацию, где это может быть? Короче, мы сторонники очень живых, живых исследований, живые интервью. То есть мы в свое время, когда мы пользовались больше внешними, мы смотрели часто запись фокус-групп, и как только люди начинали говорить что-то, то, что будет полезно, обычно их модератор останавливался, так, не отвлекаем, и у него там своя программа, он по своим скрипту. Ну, пиши к тому, что очень важно, чтобы стратеги участвовали в исследованиях. Потому что они понимают, типа, что они ищут, что они с этим найдены, будут потом делать. А если исследователи оторваны от стратегов, то они как бы ищут, чтобы что-то найти и в презентацию запаковать. Да, то есть они не будут с этим потом работать. А это, ну, когда ты знаешь, что ты потом с этим работаешь, ты инсайд и всю информацию, ты сразу можешь понять, она, типа, к чему-то ведет или не ведет, ведет или не ведет, пощупать. Потому что очень много исследований приходит, и там такие... То есть у вас стратеги занимаются ресерчем и фокусом? Да, да, они с помощью другие, но они как бы всегда глубоко-глубоко в исследовании. Это прям, это занимает сильно больше ресурсов и сил, но результат сильно круче. Вот, потом мы, у нас вот мы с креативом, потом вот после стратегии, они делают там стратегии, стратегические сообщения, и мы стараемся всегда, чтобы у нас стратегия... Какое может быть стратегическое сообщение или там сообщение вот для них? Павычковой икры. Да, намажь меня на что-то там, да? Да, да, это хорошо. Намажь меня на себя. Да, намажь меня на... Сержи меня с... Намажь меня на любимое место. Ребята из Дары Ланиф бесплатно, без ресерча. Да, да. Но я тут тоже поучаствовал немножко. Да, вот. Потом это сообщение перетекает чуть-чуть креатив. Креатив пробует... Креатив это кто? Копирайтеры, директоры, дизайнеры пробуют стратегии, ну типа рождается ли. Потому что есть огромное количество мертвых стратегий. Это прям... Это беда. Они живые в тексте, но мертвые в графике. Да, да. Типа все логично, все. Ты начинаешь пробовать с этим все делать и ничего не рождает. Ну рождается банальность. Клиентом может быть стратегией. Так тоже бывает. Он говорит, ну мы уже все сделали. У нас вот есть стратегия, мы разработали. Вот. И приносят. И там она, знаешь, в никуда. А скажи, вот эти стратегии, эти ребята, они вообще зачем нужны? Не может быть такой крутой дизайнер или там копирайтер, или там арт-директор, да, который в общем-то без них обойдется. Он сразу видит и картинкой, и там, и чем он еще там видит. И сразу он как бы понимает бизнес-смысл или какой-то еще смысл, который нужно вложить. В теории может, но в практике не очень. Все-таки разные ребята, да. Когда-то, когда-то там 50 лет назад, ну когда у нас рекламы не было, то там в Америке не было стратегов. Не было такого понятия как стратегии. И все этот процесс делали творческие люди. То есть они сами делали интервью, общаясь с людьми, делали. Это тоже было круто. Как они назывались? Тот же копирайтер. Копирайтер. Да. То есть раньше копирайтер отвечал за все. Да, он просто мудрость, да, он это мудрость того, что ты делаешь. Это очень важно в творческом процессе, что есть прям много талантливых, креативных ребят. На них отсутствует мудрость. И они просто придумают дофига всего, но оно, знаешь, никуда не вставляется. И не решает задачи. Потом мы со временем разделились. И стратегии сейчас специализируются на создании стратегии. Они этим увлечены. Их это прет. У них более логический мозг. Мы всеми силами… А кого вы берете стратегов? Это какие-то типа… У нас очень разные. У нас вообще есть, наверное, наша специфика. У нас самые творческие стратегии. Ну, то есть мы… Но в принципе же творчество в основном ваше позиционировали. Ну, просто чтобы стратегия летела, она должна быть тоже с элементами какими-то… Она должна быть интересной. Иначе ее никто не вспомнит и никто не сделает. Да, то есть она должна быть вдохновляющей. А для этого стратег в том числе должен немножко творчески мыслить. Чтобы он даже те формулировки, которые он пишет, чтобы они не были супер банальными, очевидными. Имей там качество или там «Нас любят все». Ну, вот все это дерьмо. А это… У вас толстая стратегия? Ну, типа… Не, не. У нас тонкая стратегия. Мы… Мы работаем тонко. Вы по тонкой стратегии идете, да? Да, да. Ну, а толстую стратегию сделать слишком легко. Любой стратег может за два вечера… В следующий раз 150 слайд поможет за один. Это прям, ну, для них этот bullshit навалить – это слишком легко. А вот запаковать мало слайдов. А что самое важное? Вот все-таки, да, не количество сообщений. Сообщение. Одно статегическое сообщение. Это там несколько букв, слов. Да, это одна фраза, как правило. И оно должно быть написано на каждой банке там с кабачковой крой, там с этими… Не, статегическое сообщение не пишется нигде, как правило. А, это не креативная история, да? Слогом пишет. Оно может быть тупое, невкусное, да? Ну, оно должно быть вкусное, иначе потом плохо едет, если оно примитивное. Но оно – это инструмент работы, это не коммуникация внешне. Да, 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 чтобы от этого отталкивать. Так, ладно, это уберем пока. И все, и после этого вы презентуете это клиенту, да? Нарисовали, и он говорит, например… Я помню историю, я не хочу тебя расстраивать, напоминая тебе об этом. Но это вышло в публичное поле. Олег Гороховский писал, что им не понравилась ваша первая стратегия, да, наверное, для Монобанка. Потом в итоге все закончилось хорошо и понравилось. Вы там что-то, наверное, даже отхватили за это. Может, даже слишком хорошо потом все закончилось. А это вот часто происходит, я что-то понимаю, вы восприняли это как вызов? Типа, там история была такая, вам Гороховский или их команда сказала, нам это не нравится, деньги можете не возвращать, но мы это использовать не будем. Вы сказали, мы так не работаем, это как я запомнил. Мы так не работаем, типа, нифига подобно, мы сделаем так, чтобы вам понравилось. Через несколько месяцев вы им представили то, что в итоге они приняли? Или это я перевернув все? Смотри, нет, там, в общем, в этой истории есть часть истории, которая связана не с нами. Другие ребятки это делали, да? Да, но мы договорились, что это останется между нами, поэтому я тебе ее... Да, поэтому там в этой истории есть дырка, которая... Окей, как всегда. Да, поэтому она не очень согласовывается, но как и есть. Хорошо, давай забудем об этой истории, вот просто, когда клиенту что-то не нравится, что делать, как бы, как найти, нащупать клиенту? Нам это, кстати, тоже интересно. Смотри, если вернуться в этой истории, то по чем мыслишь, что продукт не законченный, мы следующий шаг свой все наделаем, потому что сейчас нет смысла долго спорить, типа это, потому что это не финальный продукт. Вот, мы свой шаг делаем в любом случае, вам покажем, потому что почему нет. Мы знаем, что мы делаем, да? Вот, ну и на следующем шаге все, все, все поняли. И на потоке это работает, да? Креатив работает на потоке? Или как у вас, вот сколько одновременно... Мне кажется, у нас нет поток. Сколько у стратега стратегий одновременно, вот каждый день? Не знаю, но у нас большой довольно отдел стратегии, сколько у нас еще... Ну, не одна же, наверное, да? 6-8 человек. То есть, и они делают... Не, ну, одновременно, думаю, максимум пару работают в стратегиях, а может и на одной. То есть, в принципе, у нее есть возможность действительно погрузиться так, покреативить, попробовать эту кабачковую икру, намазать ее на что-то, да? Да, да, поехать поработать. Собирать кабачки? Ну, да, это офигенная часть работы. Это не то, что... Ну, это делает работу интересную. Когда вот у нас на стратегию, когда с Сеодорой делали, полетели команды в Исландию. А я сам это увидел в Инстаграме. Я такой думаю, ого, ничего себе. Я тоже хочу так... А кто это оплачивает? Да, ну клиент. Вот, и я думаю, блин, кайф. Вот это тоже хочу так работать. Сеодора прикольная. Я не пользовался, честно, ни разу, но сама идея мне очень нравится, конечно. Крутые чуваки. Бизнес-модель придумали не вы, да? То есть, вы делали креатив? Ну, мы бренд сделали. Название нет, но вот эту якорь котика и все элементы цвета, весь бренд сделали мы. Ну, ролики вот эти вот, где показаны эти чуваки. Да, 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 это мы. Рыбакот, русалка. А это наш копирайтер озвучивает Настя. Уровень таланта в банде, ну, прям, это просто не всегда внешне можно увидеть, потому что, ну, то, что наши ребята сами там поют, озвучивают, монтируют, снимают. Помимо основной, очень есть много талантов, потому что если человек талантливый, у него, как правило, с разных сторон начинает вылазить. И прям офигеть, офигеть. Как думаешь, за счет, что это происходит тут на самом деле? У вас какая-то там система рекрутинга, или атмосфера внутри, или проекты такие, или что-то? Это накопительный эффект. То, что сильные, талантливые люди хотят работать с сильными, талантливыми людьми. То есть ты по чуть-чуть начинаешь делать крутые работы, к тебе люди, о, вот там можно проявить себя, можно сделать круто. Они хотят туда идти. Появляются такие люди, к ним хотят такие же. То есть если ты чувствуешь себе потенциал, ты хочешь пойти в то место, где сидят самые крутые, как футболисты. Ты хочешь пойти в клуб, да, потому что ты можешь учиться рядом. Плюс ты параллельно, ты очень быстро растешь, потому что ты видишь, как рядом колбасит. Да, ты там в своем маленьком агентстве, может, был звездой и вообще ходил. И там вообще тебе все поцеловали. Тут ты приходишь, и у тебя рядом сидит человек, который за два дня наколбасил больше, чем ты за месяц. И ты такой, так, блин, оказывается так можно. И начинаешь разгоняться сам. Это создает такой позитивный, очень творческий вайп. Вообще я очень верю в такое творчество общее. То есть ты когда попадаешь в сообщество людей творческих, заряженных, у тебя начинает лучше получаться. А что для этого нужно создать? Какие условия? Я имею в виду офис важен? Ценность, ценность креативности должна быть. Как вы это транслируете? Я имею в виду... В первую очередь мы агентство открыто. Вы говорите, ценность креативности? Нет. В первую очередь наше ДНК мы единственное агентство большое на рынке, открытое креативщиками. Да это большое, это что? Это сколько за людей? Ну в Украине вообще большое, я думаю, 30 плюс. Людей? Считается, да. А у вас сколько? У нас где-то около 90 уже. Вот, и потому что все агентства открыты менеджерами и бизнесменами. И соответственно ДНК и философия, которая сверху, человеком, который рулит, это не спрячешь. Ну это нельзя как бы перепрошить себя, свои ценности. А влияет ли это как-то, ограничивает ли это вас в клиентах? Я имею в виду, приходят ли к вам клиенты, которые хотят реальных бизнес-задач? Все. Все клиенты к нам приходят, чтобы увеличить продажи. Ну понятно, что они не делают эту рекламу на стену. Никто не приходит, чтобы порадовать наших ребят. Блин, наверное, неправильно я задал вопрос. То есть смысл просто в том, что как бы, ну вот смотри, это опять же никакой не упрек. Мне самому интересно разобраться. Вот у нас компания, мы тоже консультанты, тоже. Мы консультантная компания, мы помогаем строить франшизы. И у нас очень много общих клиентов с Федрилом. И у нас очень мало один. И то, сейчас я тебе объясню, кто, с бандой. Это планета кино, вы делали им памятник. Вы просто еще не на нашем уровне. Как нам быть на вашем уровне? Как нам работать? Работать лучше. Ваша компания лучше, чем у... Наша компания лучше всех. Лучше всех. Так, а как нам работать лучше? Ты все-таки считаешь, что большинство людей не так? Небольшинство крутых клиентов интересует креатив, а не какие-то другие истории? Например. Мне нравится, как ты это ставишь на разные позеса. Зачем вообще бизнесу? Зачем, какую версию я слышал? Не мои слова. Значит, приходит предприниматель, бизнесмен, владелец какой-то компании. Ну там вот, например, какой-то, не будем называть какой. В банду. Там ребята ходят босиком, рассказывают... Какая разница? Пусть ходят голые. Пусть вообще не ходят. Потом они идут в одно агентство, там выходят серьезные ребята. Вот такие там, бренд-лидеры и так далее. Да, да. И как ты думаешь, где лучше продукт делается? Где ходят серьезные хреники или босиком? Я не могу вас никого из вас позвать. Ну по логике подумай, где лучше продукт делается. Там, где носят рубашку и костюм или ходят босиком. А у вас ведь реально ходят босиком? Ну разве что я. А, ну почти. Ладненько, хорошо. То есть вы, ваше позиционирование креатив, верховедство креатива или как ты сказал? Ну нет, у нас верховедство креатива, наверное. Смотри, мы много лет были самым эффективным агентством в стране. С большим отремом. Эффективность это оценивается при какой задаче, за какой бюджет ты получил какой результат. То есть у нас количество эфи за нашей компанией невероятное. Вот монобанковская компания Гран-при сейчас взяла в прошлом году. Эфи как самый шокий результат. За какую компанию? За моно? Да. Вот эта игра, что моно становится символом вообще. Это офигенная история. Да, вот мы сделали эту компанию. С лифейсом крутая штука. Вот и это. Поэтому как раз обычно, знаешь, когда у компании не получается делать креативные работы, они говорят, а мы про бизнес и результаты. Нет, чуваки, вы просто не можете сделать то, что ваш основной профиль. Вы рекламное агентство, вы креативное агентство, вы должны делать крутые работы. Но если они не получаются, всегда можно сказать, ну мы вообще там, вот почти все агентства, которых не очень бизнес, они говорят, нет, мы не гоняем, мы не участвуем в фестивалях, мы не это, мы, наша задача, там вот это, бизнес клиента расти. Так, а покажите, не, ну как бы показать нечего, но мы, да, про бизнес. Потому что у нас очень много работ, которые сталкиваются наших клиентов напрямую, сталкиваются с другими клиентами, и они всех рвут. Око прям на рынке рвет всех заправок. Work.ua номер один, ну короче, мы в плане бизнеса, мы просто не хотим, мы не хотим бегать и говорить, что мы бизнесовые чуваки. Нам это не интересно. Но внутри у вас много вот именно думания о бизнесе клиента, цифр? Я думаю, больше всех. Просто мы, нам не нравится это, ну, мы не хотим быть людьми цифрами, выглядеть людьми цифрами, мы не хотим быть, что мы там, но наши стратегии, задроты, реально, ну то есть они там вопникают. Они аудиты читают там, рассказывают. Да, я помню в том же монобанке, они когда сделали вот эти слайды и показали, в чем будущая проблема монобанка, будущее, которое еще ничего никто не видел. Они просто по цифрам посмотрели, где идет, типа, беда, неочевидная и невидная. Тогда все хуели. Мы внутри банды хуели, потом... Где, где, где? Ага. Да, и в этом кайф, потому что цифр сейчас, данных дофига, но можешь ли ты в этих цифрах увидеть, а для этого тебе нужен гибкий мозг, чтобы увидеть в цифрах, что происходит, нужен гибкий мозг. Если ты логикой будешь видеть то, что цифры, то ты дальше цифры ничего не увидишь. А какой средний возраст стратегов? Ну, примерно. Есть разные, есть там... Есть люди 40+, у вас? Стратегов не увидят, ну да. А не, Ярик почти 40. А может уже 40+. Я не знаю, сколько ему лет. Ну, короче, 40 есть. Типа не 20, да. Да, да, но есть и прям 20 с копейками. Но у нас есть там молодой стратег, Никитос, ему там 20 с копейками. Он попал, он попал вообще к нам, он пришел вообще на фокус-группу, как этот, участник фокус-группы. А где он? Как его? Никита Трегуб. Макита Трегуб, вот. Да, он, короче, это вообще история судьбы. На фоне колбасы какой-то. Мясо. Да, он пришел, он пришел, по-моему, на бадвайзер. Тогда, или кому мы делали, наверное, бад это был. И он пришел, как участник фокус-группы. Участник фокус-группы, просто потребитель вип-бада. Да, и он понравился, посмотрел, что это происходит. И как-то туда-сюда поспрашивать, как попасть. Я не знаю. Синьор, то есть старший. Он за чуть больше года стал старшим стратегом. Будущий, ну это супер талант. И он там что-то пошивался, поузнавал, сделал какой-то тест, попал, потом начал колбасить. И он уже очень много стратегий сделал. Прям звезда. Прикольно. А кто для Монобанка сделал стратегию вот эту, которая в итоге выиграла Эфи? Ну там командная была работа. Там большая команда стратегии. То есть на такие проекты вы выделяете прям большие группы? Ну там, это в общем, это как кино, знаешь. Это свой, там, ну, мы не любим, знаешь, собрать одну схему. Вот мы анти-вы. Вот вы все запаковать, чтобы системно и повторялось. А мы, нам надо каждый раз делать новое. Потому что креативность это как? Ты каждый раз делаешь что-то новое. Иначе это не креативно. Если ты делаешь то же самое. Слушай, мне интересно на самом деле разобраться в этих подходах, потому что почему бы не стать ближе к вам. Конечно, это как человек. Если ты внутри себя только расслабленный, творческий, у тебя нет стержня и дисциплины, ты ни хера не сделаешь. Ты к тому, что методика нужна или нет? У нас очень много методики. Очень. Мы недавно с Коля Полиенко, вот прям на 8П мы с ним встречались. Это Эво, Пром, Юэй, Шауфа. И он ваш клиент же, по-моему, да? Да, да. И он говорит, когда он начал с нами работать, говорит, помогу ребятам, приду и покажу, как системы настраивать. Ну, потому что они там боги системы. У них же все очень системный, в маркетплейсе большой бизнес. И он потом говорит, типа с нами поработал, говорит, так, блядь, у вас систем больше, чем у нас. То есть все-таки вы тоже системные? Да, конечно. У нас очень много. Ну так что ты тогда говоришь, что... Нет, я же говорю, смотри, мы, у нас креативность самая важная. Креативность это антисистема? В принципе, да. Но это не значит, что у нас нет другого. Просто для нас все остальное работает на то, чтобы креативность была самой лучшей, эффективной, яркой, заметной. А для этого надо сделать очень много другого, чтобы... Это как... Есть такое понятие, что... Чтобы в государстве расцветала креативность, должен быть сильный король. Что, да, должны быть границы, порядок. Тогда внутри этого, когда все выложено, появляется смелость творить. Потому что есть безопасность, что там вот все, типа, нет бардака. Да, тогда начинается смелость творческая. Вот и все. И мы создаем все, чтобы у нас была самая смелость творческая, и самая яркость, и больше всего. И чтобы нам такие люди шли. Так, у нас тут, кстати, была еще одна бутылочка. Она вот, знаешь, как чистый лист. Есть форма некая. Это твои? Много пьешь. Это моя утро. Давай, я люблю такое. Я могу налить. Ты хочешь пивка? Давай. У нас есть хорошее. Дайте хорошее. А я хорошее не люблю. Так это тоже хорошее, если честно. Но оно просто выглядит вот так. Тогда через силу буду. Ну, есть такое вот, смотри. Мне и плохое подойдет. Сэкономно. Мне уже. Так это хорошее, оно в том же магазине куплено. Ты меня прям подталкиваешь к другому, да? Нет, я хочу вот с этой сиськи. Я тебе даже в стакан наливать не буду. Давай. Ну, если будет, можно льда туда налить немножко. В стакан? Ну, ты в бокал пиво? Ну, давай, пиво в бокале это тоже выглядит. Не будешь сиськи? Могу. Давай. Ты пивко вообще пьешь? Ты с джанкой. Я с джанкой. Я с Крыма тоже, я с Симферополя. Так что, джанкой. Давай, давай. Как в детстве. Как в детстве. Не буду. Я же не знаю, как ты к этому относишься. А джанкой, что такое джанкой? В каком году ты уехал оттуда? В 2001. 2001. Я из Симферополя в 97-ом. На 4 года позже. Какой был джанкой в 2001? Возвращался или туда? Ну, показатель, например, когда я уезжал, в джанкой не было ни одного, ни билборда, ни сети лайта. Я их не видел до этого. То есть в городе реклама как таковой наружной не было. За джанкой. За джанкой 100%. Я, честно, не очень знаю, вот какой вот он. Я Крым знаю больше по ЮБК. Ну, смотри, прикинь, вот в Крыму. Ты живешь в Крыму, но моря у тебя нет. Ты свое настроение можешь... В Симферополе тоже нету моря. Да, хоть столица. Это вообще ничего нету. Ну, тяжелый город, тяжелый. Ну, какой он там был? Опасный, криминальный, мрачный? Ну, я на втором курсе приехал домой с пацанами. Мне костетом на второй день голову пробили. Так что... Кого? Голову? Голову, да. Это как? Ну, туда. Ударили по голове костетом? Да. Куда? Вот здесь у меня было. Есть что-то? Да, шрам есть. С ума сойти. Так. Ну, не жалею, что уехал. Уже нет. После этого слабина. Вот. Да, многие мои друзья школы уже мертвы. Серьезно? Да. Ну, именно вот в те времена или сейчас? Ну, кто-то сторчался, кто-то кого-то подрезал, кто-то там посидел и заболел какой-то болячкой, потом вышел и крякнул. Ну, прям, ну, у меня на втором этаже торговали ширкой в подъезде, и это нормально. Ты, типа, так узенько проходишь, чтобы не зацепить ничего и все. Вот. Ну, это было нормально. То есть сейчас мне это такой пиздец. Ну, а если ты в этом растешь, это, как бы, ну, такая среда. Типа, вот, как в джунглях растешь. То есть... Ты туда уже... Все есть, все можно. Вот. Все все пробуют довольно рано, но поскольку много свободы, кому суждено подсесть, то подсаживаться, а кому нет, то нет. А ты уже тогда начал себя Клубникиным называть? Не, не. Я тогда вообще не знал, что я хочу делать. Я, то есть, очень потерянным был. То есть ты уезжал в никуда? В никуда. Практически на Афгатву выбрал университет просто по названию. Ты что закончил? Технологии дизайна? Да. Ну, то есть ты, как бы, все-таки про дизайн, да, с самого начала? Ну, я, я когда поступал, я думаю, если университет называется технологии дизайна, то все специальности про дизайн. Это же логично. Да. Ну, блядь, я что знал, что там может быть программист швейных машинок, и я поступил на программист. Такая называется информационная технология проектирования. Я думал, что это компьютерный дизайн, потому что я не понимал, что это значит. А оказалось, что это программист швейных машинок, потому что это бывший легпром. Технологии дизайна – это бывший университет легкой промышленности. Там все про швей и вообще, ну, то есть, я вообще не собирался швеей становиться. И программировать машинки. Да, я… А что, их можно программировать? Ну, там, знаешь, какие-то автоматы, которые ты задаешь, выкройкой, они сами потом… Это именно такие, производство, да? Да, да, легкая промышленность, ну, то есть, заводы и все такое. Вот, и я, короче, оказался на такой специальности. Вот есть клиент из лихопробов? Ну, у нас фэшн, если считается, то… Ну, получается, что… Да, делали мы и Хелен Берлен делали, и Асхик. Они на твоих машинках отживаются? Надеюсь, нет. Надеюсь, они вообще в Украине не отшиваются. Они продают, они сами не производят, они продают бренды. Ты какие бренды любишь? Ну, носишь, я не видел. Я думаю, никакие у меня сейчас нет ни одного бренда, название которого я знаю. Все с джинкуйского рынка? Да, да. Примерно. Как тебе пиво? Ты знаешь? Лучше, чем крымское. Такое душевненькое. Нормально? Угу. Тебе, наверное, вот эту бутылочку всосать, и тут начнутся стратегии креатива. Кстати, давай так. Я-то знаю, что это не так, но вот… Типа… Ну, типа, да. Да, как создается дизайн там под… Да, все накуриваются, принимают наркотики и создают. Любовью занимаются, наверное, и потом… Да. Что-то рождается. Да, и не только… Любовью. Ну, серьезно, это неправда, да? У вас не так. Вы чего ты хочешь в этом? Давай, это правда. Пусть так рождается. Зачем это? Пусть больше людей идет… О, тоже хочу так работать, пойду в креатив. Пусть идут. То есть в бренде и в создании бренда должна быть какая-то все-таки мистика, не досказываясь, иначе очень скучно, да, получается? Да нет, обычно, смотри, если уже так… Обычно, смотри, самые классные шутки обычно пишут не очень смешные люди. В жизни юмористы, которые как-то, они в жизни не смешные. И так очень часто. Самые смелые идеи и какие-то бренды часто делают люди, которые не, знаешь, не тамада. Они не одеваются, неинтересно, они не бегают везде, не хохочут и все такое. Они очень часто довольно замкнутые, интровертные люди. То есть, Андрей, у тебя шансов немного, потому что ты все время хохочешь и бегаешь. Да, поэтому процесс разный у всех. Но, как правило, если человек слишком креативно выглядит, он не слишком креативно работает. То есть у вас, в принципе, нет такого, что там все в каких-то там, в татухах, в кольцах? Ну, разные есть. Кто-то есть, у кого-то может быть такой период. А то сейчас период красить волосы, одевать серьги, бить татухи. А потом другой период. Тут недавно на этом месте сидел человек с голубой бородой. Ты даже, наверное, знаешь его. Сашко. Сашко, да. Он купил франшизу «Смартес», которую мы сделали. Класс. Хорошая, я думаю, покупка. Он же знаешь, почему ее купил? Он хотел попить кофе с дубилетом. Самый дорогой кофе в истории Украины. Ты, кстати, как к франшизам относишься? Я, ну, ты спрашиваешь, как я к кофе отношусь. К франшизам ничего про это не знаю. Ничего не знаешь. Приходи на мой мастер-класс. Так. 21-22 августа. Не, не, не знаю. Давай, давай сообщим. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Так. Что это такое? Вы, кстати, если говорить про рефрейс, вы с ними делаете какую-то коллабу, да? Креативный табер. Что это такое? Расскажи подробнее, потому что я ничего не знаю. Табер. Это Егор, мой партнер, придумал супер штуку. Это сделать лагерь. Творческий лагерь. Типа как пионер-лагерь. Да, то же самое. Только, типа, можно быть взрослым и попасть в лагерь. Да, не обязательно быть ребенком, когда ходят в лагерь. Да, сделать творческий лагерь. То есть мы даем задачу, присылает, кто хочет попасть, присылает решение. Задача там социальная, по-моему, там я не помню, уже написано или нет. То я сейчас вдруг скажу, а не бриф не опубликовать. Да, потом собираются заявки. Из них мы выбираем 50 человек и везем в лагерь. Их селим, кормим, читаем лекции. Все за наш счет. То есть для них, если ты попал в эти 50, ты просто проводишь офигенно неделю в лагере с лучшими менторами. Ты представляешь, приезжает 50 суперталантливых людей, которые пришли этот отбор. Ты не должен быть какими-то регулярами, обладать? Ничего, ты вот есть задача, ты ее решил. Наоборот, даже интересно, чтобы это были очень разносторонние люди. Андрюх, попробуй. 50 гривен всего. У тебя скиллы. Да, мы сделали участие 50 гривен, чтобы хоть смешная стоимость, но при этом все эти вообще прям... 50 человек 50 гривен? Да. Нищебродов? Нет, 50 гривен это те, кто за заявку. То есть заявок, там, тысяча заявок. Ну, так вы неплохо заработаете, да? Да, до хера заработаем. Может быть, даже на проживание одного человека отобьем. Это будет в сентябре. Очень, мне кажется, такая классная, молодая, творческая энергия. А у них цель какая будет, там, сделать какой-то продукт? Да, там будет дан тоже следующий уже бриф, который они будут делать вживую. И вот, смотри, сколько там классных. Ваши, да, в основном. Наши, да, из Reface, ребята. Вот, Reface-партнеры. Они нам в этом все помогают, потому что они тоже про создатели. То есть это про... Ну, мы вообще в банде движим вот это... Как бы для нас креативность. Мы хотим, чтобы страна стала более креативной. И люди себе больше разрешали быть смелыми, яркими, мыслить интереснее, не жить и не мыслить в коробочке, да. И вот такими всякими действиями мы стараемся расшевелить это. Но это же вы делаете для уже достаточно творческих людей. Вы же их отбираете. Если человек решит задачу, которая там будет, и он не творческий, но он ее решит творчески, то... Ну, больше шансов уже у людей, которые это умеют уже. Талант, ты знаешь, талант пробивает все, что хочешь. Любой опыт. Талант побеждает опыт. Ну, знаешь, с другой стороны, вот если так подумать, есть там примеры, их может быть не так много, там среди... Вот ты комиков отмечал, вот есть там в России стендап-копинг Леши Щербаков, который, да, очень крутой сейчас, но просто чувак из... никогда не участвовал ни в КВ, ни в чем. Да. Работал в метро. Поэтому вполне может быть, но мне кажется, это уменьшим количеством получается. То есть вы как будто свою тусовку развиваете? Я был программист. Я учился на программиста. Я в школе ходил на олимпиады по физике и математике. Ничего творческого в моей жизни я не рисовал как-то там, не ходил на рисование, музыки вообще отсутствовало набрать. Я вообще не знал, что я типа... креативный. Мне этого никто точно не говорил. А это был какой-то момент или это постепенно было перед трансформацией? Я много эту историю рассказывал, я просто... ребята креативные. У меня был компьютер, на котором там стоял. Я в основном в игры играл. Потому что ребята, мои друзья Денис и Денис, они говорят, слушай, дай компьютер. Нам надо там сделать быстро дело. Они поставили фотошоп при мне и сделали себе визитки при мне в общаге мы жили. И у меня прям какой-то произошел вот этот момент пробуждения. Блядь, можно визитку себе сделать. Вот так просто. Вот просто сесть и сделать. Они ушли. А ты думал, что это боги какие-то? Ну да. Это был 2002, уже второй курс был. Ну типа иметь свой визит, мне казалось, круче нет ничего. Конечно. Ну типа... И пейджер. Да. И второй курс, универ, у тебя визитка там написана, телефоны, имя. Телефона нету. Но оно... И мейл. Да. Короче, я вот тогда это увидел. При мне создали творческую работу. Вот прям сели, сделали прикольную. И вот как это они делали. Ну то есть это было чудо. Вот для меня я увидел чудо. И я прям, оно меня так поразило, что я вот... Они ушли, я этот фотошоп остался, поехал книжку по фотошопу. Я как программист, поехал книжку по фотошопу, выучил. Я тоже такой же. Если мне что-то нравится так, надо почитать литературу. То есть я потом вторую, третью, и там на Петровку ездил, прям как домой. Петровка, начало нулевых, это интересное место. То есть тебе привлекло то, что это просто? То есть если показывать, что творчество, это просто. Вот для меня... Магия, это же быстро. Они же не делали это 3 часа. Да. Не, ну может они пару часов и делали, но из ничего появилось что-то. Да, еще и на компьютере. А мне компьютеры нравились. На твоем? Это не краски, да. Потом они еще их распечатали, принесли настоящие. И вообще так вау! Еще бумагу такую тогда модно было под шелк, она с таким тиснением и блестела. Ужасная капец, ну тогда это было круто. Вот такое, как бы вот этот произошел момент создания живой, и он меня прям поразил, и мне захотелось тоже, о, тоже я хочу что-то создавать, что-то делать, что-то вот придумать, нарисовать, и оно потом реализовалось. Технологии переходить в дизайн. Да. Вот помимо Табуар, у тебя есть проект, о котором ты там рассказывал пару недель назад в инсте у себя, это Дом. Да, есть, Банда Дом. Банда Дом. Это как что? Как постоянное место вашей дислокации или как временное жилье? Нет, это мы сняли большой дом, то есть там что-то 800 метров, 7 спален, тренажер, бассейн, территория огромная, всякий бильярд есть для любителей. И это такая наша резиденция за городом. То есть вы долгосрочные спалены? Да, да, то есть у нас контракты, и любой сотрудник может там поехать, просто отдохнуть, или поработать, или командой поехать поработать, может семью взять, может забронировать и просто день рождения там провести друзей, пригласить. То есть есть место, где ты спокойно можешь как бы выезжать из города и проводить время. И какие уже, какая братская связь, или вы это в принципе уже пробовали? Забронировано, я был один раз, забронировано, все уже по-моему и сентябрь уже забронировано. Все, это охеренно. Я поехал офигел насколько это, ну я себе что-то фотки, видео поставлял, я поехал такой, о, ничего себе, круто, класс, ну прям там очень атмосфера хорошая. Сейчас все больше по зуму у нас, когда там встречи, зум, я такой все больше смотрю люди уже, ты что опять в доме сидишь? А я все еще? Ну да, да, не, это кайф, это прям, знаешь, корпоративная отдача, это мечта. Как будто это заставляет людей все меньше работать и все больше развлекаться. Это нормально? Ты знаешь, в нашем бизнесе уж точно не, результат не оценивается часами, проведенными за ноутбуком. Поэтому ты можешь идею придумать за 2 секунды. Ну дедлайны-то у вас есть, я уверен, они тоже достаточно жесткие. Да, мы, темп у нас мощный, у нас же все цифры внутри открыты, возможно мы вообще единственная компания, я не знаю там, кто более открытый, чем мы в плане внутренних цифр. Чуть больше расскажем об этом, то есть ты, все сотрудники знают, сколько вы зарабатываете. Да, P&L весь, P&L открыт. Да, весь P&L. А можешь ссылочку скинуть? Ну, приходи на работу, устраивайся и... А через сколько месяцев я получу доступ к P&L вашему? Блин, это хорошая система, кстати, пролезть в P&L. Надо подумать про этот лимит, типа устроился, Не такие уж мы и открытые. Да. Вот, я не думаю, что... Я бы вообще хотел, чтобы мы за временем... Ну, ты напиши на всякий случай сразу, а то там выйдет видео и к тебе придут на работу. Да, пусть приходят. Из парочки компаний. Ты пойдешь с собеседованием, мы тебе покажем все остальное. П&L, да? Я бы хотел, чтобы мы со временем его в принципе сделали открытым, потому что я не вижу здесь ничего такого, прям что, о боже, надо прятать. Вот, вот так происходит. Ты знаешь, Dota Pizzu? Да, мне очень нравится. Это же там такая же история, почти. Может быть. ну, они в чем-то больше открытые, что-то меньше, потому что есть специфика бизнеса. Давно уже можно посмотреть отчетность пиццерии в гугл таблицах. потому что когда-то мне казалось, что это боже, это какая-то информация, которая там конкурентное преимущество или там для нового, и сейчас, в принципе, я понимаю, что с ней особо ничего, ну, особо ничего не делать. Постричься можно, я смотрю. И, и, ну, Ярик срежется, да. И может даже хорошо, что если бы другие участники рынка нашей категории, да, посмотрели, они бы, может, тоже чуть-чуть, типа для нас на самом деле выгодно, чтобы на этом рынке все агентства начали брать за свою работу больше. А там, еще раз, у вас средний чек сейчас какой? Ну, я думаю, в районе 100-150 тысяч долларов. Проект продолжительностью при этом сколько? 3-4 месяца. 3-4 месяца. Ну, наверное, ну, ладно, я думаю, минимум 4. что-то, это мы целимся в 3-4, но по факту. 4. Короче, я не знаю, сколько средний, что сейчас, что-то, сейчас, у меня бывает такое, я что-то скажу, а потом, я когда-то сказал, короче, я у Жени Черника на интервью спросил, какая у вас текучка, и я что-то сказал, там, типа, 15%. Вот так прям. Просто от фонаря, да? Ну, я вообще сказал на абсолютном уверенном. Я потом возвращаюсь, Дима Дубер говорит, а что ты взял, что у нас 15%? Я такой, а сколько? Говорит, ну, два, три. Я такой, блядь, не знаю. Вот прям, вот, что ты мне так казалась? И все люди ходили, на тебя смотрели такие, так, да? Даже 15%? Каждого седьмого из наших уже списал. это не такая уж и малая, а у нас текучка супер маленькая. Так, то есть, вы про открытость. Есть один такой известный российский дизайнер, Артемий Лебедев. У него знаменитая есть позиция, о том, что вот знание цифр в творческом коллективе приводит к какому-то там внутреннему мракобесию, которая в итоге, ну, разрушает команду. То есть, когда кто-то знает, что его там зарплата больше, почему-то, и он начинает это оценивать как-то для себя, это почему он там зарабатывает больше или там еще как-то, то это в итоге приводит к разрушению. Я думаю, это есть плюсы и минусы, я вам в том числе прав. Есть, в этом есть и минусы. То есть, действительно, кого-то это вызывает. Смотри, прям конкретную зарплату ты своего коллеги не знаешь у нас. Конкретную. То есть, ты знаешь, статью зарплаты, сумму, например, своей команды, 25 тысяч гривен, да, ты там знаешь, какие там, ну, короче, ты приблизительно, ты можешь все понять, если ты... умеешь делить на количество. прям вот тыкнуть, что у тебя там стока, у тебя стока и у вас там разница в 500 гривен, ну, ну, мы считаем, в этом нет смысла. У тебя много людей, которые зарабатывают в месяц больше 10 тысяч долларов? Нет, конечно. Слушай, в Украине это очень большая зарплата 10 тысяч долларов. Согласен, да, больше 5. Да. Много? Ну, ну, типа 20, 30 или 1, 2, 3, 4, 5. Много. Сейчас мы каким-то другим вопросом решим. Я все равно много скажу. Что такое много для Паши? Давай, у тебя много людей, у которых дорогие машины. Много? Да. А, кстати, меряете машинами? Кого? У Саши Колба про моду, компания, был пост про машины сотрудников и он там делился тем, что он видит, что каждый год на парковке его там офиса машины становится все круче и получил там, как он писал, потом много там разных, разных комментариев. Типа, вот это вот про открытость, готова ли Украина, сообщество, Facebook и так далее к открытости вот этой вот. Или там деньги любят тишину. А что там в комментариях, что типа зажрались? Да, 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 да. Я, короче, вот это вообще не понимаю, что в этом плохого. Я прям, я с удовольствием, чтобы у всех были машины. Я очень хочу. Во всякий случай, Паша свою не разрешил снимать. Я же говорю, я сначала в Карпаты съездил, потом в Одессу, там внутри как будто бомжи живут. Поэтому мне не в Западуе снимать, но реально внутри не очень бомжатенько. Ну в общем дом это для того, чтобы люди кайфовали, творили и записать стоят. Забукиться нельзя? То есть есть внутренняя какая-то система? Да, внутренняя букингая система. То есть я не могу забрать? Это для сотрудников. Очень жалко. Ну можешь стать клиентом и вот клиент может. Клиент туда может приехать, да? Прикольно. У него там отдельная комната, да, будет? Ну, если хочет, да, может. Так, ну клиентом стать дороговато у вас. У вас есть вот категория все-таки там чуть-чуть подешевле? Ну смотри, что доровато. Что, думаешь, это дороговато? Слушай, а давай вообще бесплатно. Смотри, ну вот у нас компания занимается франчайзингом. Мы можем какой-то креативчик прямо сейчас придумать? Для франчайзинга? Да. Нет, для нас. Ты знаешь, у меня копирайтер была в нашем агентстве, Таня. И она говорит, как меня заебало? Говорит, я вот на любом мероприятии говорит, Таня, ты же копирайтер, скажи тост. Да, я говорит, вот так всегда вот все и придумаю. Ладно, мы уже все придумали, просто скажи, херня или нормально? Давай. Мы, у нас есть некая там... Хуйня. Давай, сэкономим время. Летающая тарелка это плохо, да? Ты что, повторять два раза? Вера. Все переделать. А почему? Потом. Потом придешь, я тебе все объясню. Ну, это же заплатить нужно 150. Да, да. Ну, вот так вот. Все, вот так и... Все, останавливаем сайт, переделываем. Да. Хорошо. Так, Паш, я хотел у тебя еще одно. Смотри, там вот мы на правильной ноте, мне кажется, остановились, пока мы... Там, если что, мужики в бассейне обнимаются. Там все видно. А, да? Смотри, какие хорошие. Денис Редик. Денис Редик. Но женаты. Андрюк, задай пока свои вопросы. Я... Пример. Когда... Известная история про Uber, когда он заходил в Украину, он хотел, чтобы все заказали через приложение, но по каким-то причинам пришлось мать номер телефона. Как вести коммуникацию с клиентами, чтобы продвинуть свою идею? Через компромисс или все-таки ломать и не тратить время на ответвление, чтобы... Объяснить? Ну, я думаю, ломать не работает вообще. Ну, ломать это... Ну, Монобанка с веб-версией, они все-таки решили не заниматься. Это ломать, да? Да, ну, это ломать. Для фопов есть? Это уже появилось через три года. Ну, да. Ну, короче, сложно, ну, типа... Вопрос очень в разных сферах по-разному. То есть ломать клиента как агентство с клиентом или уже конечного клиента. И... Ну, часто ломать обходится слишком дорого, мне кажется. Поэтому я не уверен, что прям надо ломать. Лучше через компромисс. Ну, компромисс, это... Это как будто есть два варианта. Ломать или компромисс. Но их же больше. Ну, например, можно сказать. Ну, ты можешь быть принципиальным, но не ломать. Да? Можешь гнуть свою линию, но ты никого не ломаешь и не напрягаешь, ты просто убеждаешь, я не все понимаю. О, так правильно. Да? То есть это не насилие. Вот поставить там, не знаю, тест ПЦР, чтобы куда-то полететь, это типа нет выбора, да? Ломает. То есть это никакое неубеждение или еще что-то. Поэтому вот насчет прям ломать я не уверен, но и быть размазнёй тоже не работает. Типа вот это все, все-все-все для наших клиентиков, каждую пылинку, все-все-все сделаем, если хотите, бе-бе-бе-бе-бе. А вы бываете строги с клиентами своими? В разных командах тоже разная энергия. Есть разные люди, есть разные... У нас есть менеджеры, которые могут так орать на клиента, что мама не горюй. И им нравится. Клиентам? Да, они звонят, даже говорят, попросите еще покачать. Слушай, мы за настоящесть. То есть настоящесть наша не только в хорошеньком и поглаживании друг друга. Потому что если есть причина для конфликта, Да, но есть контракты и можно... И что? 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 Мы разорвем контракт, ну, блядь, разрывается. Засудим вас. Блядь, засудите. У нас бы, ну, как-то там кто-то там пытался на нас подать. Но, короче, если этого бояться, что твой контракт разорвут, или тебя подадут в суд, всегда будешь так немножко на ножичках пресмыкаться, да? И как ты тогда будешь в свои аргументы, и все, если ты постоянно боишься, что там есть власть, да? Что там есть власть, но не знаю, над чем. И мне кажется, многие так и думают, да? Что вот, Боже, нам подписали контракт, нам собираются дать денег, и все, теперь это Боги, и мы все должны делать. Мы так не думаем. То есть мы, у нас есть самовложение и ценность. Мы вообще считаем, что хорошего креатива в стране очень мало, и вся власть у нас. Ну, потому что не так много мест, куда идти. Окей, вы разорвете контракт, и что, куда вы пойдете? Нет второй банды. На рынке второй банды нет. Вот, поэтому... Сейчас там напишут нам. Поэтому нам, на самом деле, никто никогда не говорит, что разорвет контракт. То есть наоборот, если клиент чувствует, что мы уже начинаем злиться, для него это знак, что... Так, стоп, что-то... Ну, давайте разберемся, что происходит. Да, то есть это точно не знак поднимать свои какие-то флаги и бежать, и типа, о-о-о, понты. Ну, и я думаю, к нам клиенты приходят, которые так, ну, мелко не мыслят, чтобы шантажировать разрывом контракта. А у вас, скажи, пожалуйста, за вашу историю была такая штука, как переход от разных типов, уровней клиентов к другим осознанно, чтобы избегать каких-то историй? У нас несколько было стадий. Сначала, конечно, мы брали всех. Нам просто нужны были деньги. Этикетки для банок. Все, лифлеты, ну, все, что приносило клиенту какие-то деньги, потому что первые два года мы, в принципе, ниществовали. Это какой год был? Ну, вот мы стартанули в 2011. То есть 2011? Даже больше, чем два, если так. Потом кризис, блядь. Ну, короче, тяжело это все вначале было. Потом мы, как бы, чуть-чуть начали подниматься и у нас было такое подход, что мы хотим работать только с хорошими клиентами. Конечно же, мы сами себе не знали, что знать. Ну, хорошие, наверное, те, кто нас слушает, любят. Богатые. Да, богатые, ну, короче, вот это, типа, что хорошие, у нас воспринималось, как такие nice ребята. Сейчас мы пришли все больше к тому, что, ну, черт его знает, что такой хороший клиент. Мы прям видим, что часто во время проекта клиент может сам измениться в любую сторону. Потому что вначале показаться очень сложным, потом оказаться прям офигенным. Или наоборот. Там у него команда может поменяться. Поэтому мы сейчас, наш подход, что мы своим полем или своим подходом стараемся клиента изменить. То есть, вот, чтобы он стал ближе к нам по мышлению за счет не того, что он такой уже, не выбирать тех, такие, как мы, а с тем, с кем мы работаем, стараться их, как бы, вовлечь в нашу философию, наш взгляд на мир. Так, все-таки вот этот переход, когда вы действительно поняли, что вы не можете больше работать там с определенной категорией клиентов, видимо, и цены на это... Ну, какие-то, да. Наверное, далеко не всем текущий наш ценник подъемный. У вас был момент, когда вы резко подняли цены? Прям резко? Думаю, нет. Я не помню. Может, было. Нет. Ну, типа, у вас не сразу же было там... Ну, так мы... Слушай, банде в сентябре будет 10 лет. Да. У нас было 10 лет поднимать цены. Ну, то есть, время было поднимать по чуть-чуть. То есть, мы как-то там росли. Ну, прям каких-то скачков супер резких, я думаю, не было. Ну, то есть, в два раза таких историй я не помню. Это просто команда увеличивалась, и вы... Ну, чаще всего это очень спросом цена связана. Это же рынок. У тебя спрос все больше, 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 больше. Ты понимаешь, вот... Выбирать надо. Да, да. Можно поднимать цены, и все. Ты поднимаешь, а он все равно больше. Ты еще поднимаешь, он опять больше. Ты как, блядь. Отстаньте у меня. Да, да. Потом... Ну, всем бы так, ребята. Чтобы сформировать спрос, я так понимаю, хорошо работать надо. Надо клиенту дать гораздо больше. То есть, мы вот с клиентами, когда сотрудничаем в том числе, помимо того, могут они нам заплатить эти деньги, не могут. Мы смотрим, есть ли потенциал, что наша идея принесет им в 10 раз больше. Это важно. Потому что, если они, типа, потратят на нас деньги, но, как бы, с этого им ничего не будет, потому что там нет потенциала. Они, у них нет, там, куда приложить это все. Вот. И они не заработают, и не будут часа, и они будут, блин, думать, о, класс, как все. То есть, мы, как бы, мы свою работу сделаем офигенно, но результат от этого будет средненький. Да, и будет такое, знаешь, легкое, типа, ну да, вроде хорошо, но... Ничего не произошло. Да, мы стараемся, чтобы у клиентов все-таки был потенциал, чтобы к нашей идее ему дали, ну, он мог их мультиплицировать в своем бизнесе и заработать сильно-сильно больше. Вы получаете потом какую-то обратную связь, да? Вот мы там продажи увеличились, там, да. Конечно. Очень много клиентов с нами работают годами, мы знаем все цифры, и иногда они зарабатывают столько, что мы думаем, блядь, надо цены поднимать. Да, да, мы думаем, елки-палки, как хорошо растет. Мы думали, у нас хорошо растет, а у них, блядь, еще лучше. Я смотрел недавно интервью, которое ты давал в начале года президенту Кивстарой, я забыл, как сказать, уважаемого Сашу, да. Вот, ты рассказал, что у вас прям в пандемию, когда вы ходили, у вас там и кассовый разрыв был, и все было плохо, и, в общем-то, не так весело, как может показаться, по твоим словам. Да, все правильно было. А сейчас дом с прекрасным HR и операционным директором, вы отказываете там клиентам, если вы не можете им дать X10. Самым, с тела талантом. Что вы сделали на самом-то деле? Я вот в том интервью особо и не понял, что вы сделали в 2020 году, что вам позволило сделать год лучше, чем в 2019, если я правильно понял. И вообще, вот эти все истории произошли. Еще большая открытость внутри. А как это, думаешь, повлияло на деньги? Это доверие и сплоченность. Сотрудникам? Да, и сплоченность. То есть мы, когда было жопа, мы обычно два варианта. Ты либо закрываешься и начинаешь просто, знаешь, в ритм отбивать барабаны, говорить кому что делать и типа закрыли глаза и идем на противника, либо открываешься, проявляешь ранимость и показываешь, как все устроено. Мы постарались по максимуму, насколько мы можем открыться, рассказать, показать, в том числе перелохматить, какое слово подобрать. Ну типа вот да, потому что там многие, то, как к этому пришло, это же наши ошибки. То есть мы должны были рассказать, что это же наши ошибки. То есть должен был быть шкаф с деньгами. Риск, то, что мы в этот момент супер в риске, это же мы лоханулись, тут типа не ребята. Это очень как бы доверие и сплоченность. То есть было ощущение, как борьба общая, что общая борьба. Плюс мы тогда сократили часть людей, мы тоже всем объясняем, почему, как это происходит. И следующее, зато следующий шаг, мы всем остальным дали гарантию. Мы сказали, окей, смотрите, такая ситуация такая. Сейчас мы часть людей сокращаем, но все остальные, типа никто не будет сокращен там полгода. То есть все получили гарантию, что вот сейчас, да, сейчас будет больно, но потом можно не смотреть вакансии каждый день, а вдруг меня, вдруг не будет. То есть мы там все посчитали. А как вы это гарантировали? Мы посчитали свою экономику и сказали, вот сейчас мы это сделаем. Мы там своих денег чуть-чуть далили в эту всю историю, чтобы это про гарантировать и все остальное. То есть мы дали гарантии, типа не парьтесь про работу, давайте париться про... То есть мы сделали, да, мы сделали тогда классная очень штука была, там многие прям про это писали, это табло. Мы сделали как в футболе. У нас была банда, кризис. И у нас в банде было, сколько мы тратим, шел постоянный расход. И было табло, сколько приходит. То есть была постоянно, каждый сданный проект, постоянно шел как голы в футболе. И это постоянно было живое, живое данное с цифрами, типа как наш баланс движется. И типа кто-то получает другая там внутри команды, кто-то там получает новый проект, эта циферка увеличивает, и все радуются, потому что это стало общим делом. То есть любая работа в агентстве стала общим делом, потому что это общий баланс, все видят, что это вот. Потом как бы там была линия, когда такой, ну это не безубыточности, когда короче, зайдя за которую, мы типа в безопасности на 3 месяца, а зайдя за следующую на 6. То есть мы там довольно быстро начали. Ну был невероятный дух. Вот в агентстве темп, уровень всего происходящего, оно прям перло. Перли идеи, все быстро делали, все друг другу помогали, поддерживали. То есть там прям магия совершенно. То есть вы не за счет внешнего воздействия на клиентов, или это тоже? А за счет больше внутреннего исполощенности? Ну а как внешнего воздействия? Ну типа бежать к другим клиентам, снова делать визитки, банки кабачковой икры. Это в том числе. В том числе мы как бы, ну в основном с текущими, они бежали мы. Ну в принципе даже то, что мы на рынке сказали, что у нас жопа, в том числе к нам пришли клиенты. Это тоже вот эта открытость, открытость, которая, я тогда написал материал, статью такую, что типа бля, что мы тут охерели. Вот. И прям многие клиенты, некоторые, которые, например, с нами были, в какой-то момент с нами, типа думали поделать проект, но не спешили. И они типа, о, мы как раз хотели, мы видим, что у вас сейчас, давайте сделаем. Кто-то увидел, прям новые клиенты были, там Better Me тогда, например, пришел, сделали очень классно. Там компанию сделали, типа от брифинга, ну от вот типа, от обращения до выпуска за две недели. А это прям... Очень быстро. Это вообще нереально. Это просто там, там анимационные были ролики, то есть с продакшен, со всем просто. Через две недели уже вышел в эфир и уже приносил результат. Это что было? Ничего себе. Это на карантин дело было. Это какое-то фитнес-приложение, да? Да, да. Там было типа, когда карантин начался, don't touch your face, touch your boobs, или touch your ass, и качай попу, да. Типа, или что там еще. Используясь фразы, которые типа, карантин качал, типа там, сиди дома, я бы выигрывал, все веронично. Прикольно. Это иностранный клиент, да? Не, но Better Me, это вообще глобально они, у них глобальный рынок, но компания украинская. Круто. Поэтому что? Какой совет можно финальный дать? Ценить внутренний вот этот вот талант? Внутренняя культура все решает. Я вот пришел к тому, что это типа, это главное управление в бизнесе, культура. А процессы потом потянутся. Круто. Паш, спасибо тебе, что добрался наконец-то. Да, спасибо за этот шикарный напиток. Мы тебе завернем, можешь пить дальше весь день или вечер. Да, сейчас у нас как раз там корпоративчик. Серьезно? Ну, такой, просто пьяничный, давно не собирались. В домике? Не, на террасе у нас. На воздвиженке? Да. Ну, тебе придется снова ехать. Да, туда вернусь. Спасибо, что заехал к нам. Класс. Круто. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok